Какая чудесная выставка, удивительная, что может быть для меня самая удивительная, что это мозаика. На фоне работ надо встать. А какие вам вещи понравились, может вы скажете? В то же время её хочется взять в дом. Как-то она объединяет такие отблески божественного, которые так рассыпаны в каждом дне. И в то же время, вот она, присутствие в вечности. А какие-то вещи вам понравились, какие-то художники, вы можете выделить кого-то? Ну, мой любимый Феликс. Ну, кроме, не, ну это уже как бы, само собой, это уже штампы. Моя любимая Аня Зарнова, Саша Фоминант, ну это на мой взгляд вообще какая-то такая гениальная находка. Но это же не открытие для вас, Саша Фоминант, Феликс, Бухов. Это каждый раз открытие. Каждый раз открытие. Когда я смотрю на работу Саши, это каждый раз какое-то удивление, что это возможно. Это новая работа, которую она нигде не показывала. Поэтому это тоже они этим выделяются. А, и вот новый автор Абрамова. А, это Ольга Абрамова, ученица Саши Карнаухова. И первая ее работа, творческая первая работа. Она такая глубокая, интересная, просто совершенно уникальная движение, масса. И здесь материал интересный. Здесь необожженный шамот присутствует. Сера. Да, серая это масса, необожженный шамот и такая вечность. И вот тут Саша тоже Карнаухова говорил, что здесь нет ни начала, ни конца. То, что и мне хочется. Это знак природы, который развивается в разные стороны везде. Она может развиваться. Это работа и вправо, и влево, и из блоков состоять. И жизнь продлевается. Нет, тут только остановись в мгновение, ты прекрасна. Ну, а что-то... И такая одухотворенная. О, привет, Серега, привет. Раздевайся там, раздевайся. Раздевайся, проходи. Будешь говорить. Природа и природа уютная. Природа уютная, которая как-то чувствуется разлитое присутствие Божие. Такой высшей какой-то благодати, которую можно ощутить. А критика будет нелицеприятная? Вот я посмотрю, вот туда направо. А, направо. Понятно. Это вот тот закуток, да? Да, вот тот закуток, вы знаете, вот... Где Зураб Константинович, да? А тоже неплохое. Интересно для детей. Давай вот Марьяну спросим. Марьяна, вот как тебе президент? Мне кажется, мне нет гармонии. Мне нравится. Вот человек в первый класс художественной школы поступил и говорит президенту Академии художества, он не понимает гармонии. В ней нет гармонии. А, нет гармонии. В ней нет гармонии. Это учесть, что это на детской площадке... А он согласится. Как бы игрушка. А он согласится? Да, он согласится. Потому что он же демократичный человек. Ну ладно, но если... Если на детской площадке, то согласны? Нет. Нет. Это какое-то, не знаю, извращение вкуса детей. Потому что нужно приучать их к хорошему вкусу. А это, я не могу сказать, что это приучение к какому-то хорошему. Мы учимся на классе, а это, я не знаю, что это. Нет, это как фальшивая нота. Вот так, да? А зачем же ты взял фальшивую ноту, Феликс, в экспозицию? Потому что я считаю, что искусство разнообразное. Если будет одно такое тонкое, нежное, серенькое искусство, тогда это будет неправда. Кто-то ищет вот таких гармоничных форм, как Корнаухов, как вот Аня Заволова, вот Саша. Гармония природы, это фреска. Мои работы. То есть это не подхалимаш? Нет. Нет. И вдруг вот мы находим на этой выставке. И потом, что мы хотели бы сказать? Разнообразие выставочного пространства, которое мы очень сделали. Это был совершенно другой зал. Это были вот эти вот белые такие стены, зеленые, перегородки. А мы придумали, вот что очень важно. Вот обтянули колонны черным. На них натянули сетки, и вся идея на черном сетке. То есть превратили пространство. И обращали люди, и говорили, что вот это большое значение. Давай ребенка спросим, как тебе этот зал? Зал, мы решили пространство здесь, что очень важно. Хорошо? Получается, как бы, то, что они, картины еще получают больше объема, поскольку можно хоть на трубку дотронуться до этой черной сквозь ту сетку. А тебе какие вещи понравились тут? Ну, кроме вещей родственников, друзей, тех, кто тебя пригласил. Ну так. Ты же юная создания. Какая? Покажи. Завтрак аристократов. А, Лубейникова. Вот, видишь? Концептуальная. А чем тебе это нравится? Мне кажется, она весьма оригинальная. Оригинальная? Ну, не знаю, это какое-то такое очень интересное решение. И как он взял и совместил мозаику вместе с этой трубой, которая, казалось бы, несовместима с мозаикой. Вот. В общем, правильно. И мне тоже очень нравится. Здесь игра, игра того, что это такое плотное, а это такое невесомое и прозрачное. Да? И разные текстуры. Текстуры, разнообразие. Мне нравится выразительная эта работа. Все обращают на нее внимание. И я тоже сначала как-то... Вот труба и мозаик. А это не мозаика, это идея. И она очень... Да. И она очень читается. Потом вот, например, вот тоже у Лубейникова. Вот это вот очень тонкая работа. Вот как бы здесь материал, цементы. А тут домик. А какая нежная она. Домик. Это домик. Окошки и небо. Проплывающее небо с облаками. Это, в общем, такая очень тоже хорошая история. Серега, ну нравится тебе колбаса. Ну, она только пришел. Только колбаса у него свежая. Не замыли. Вот. И фактически это по 2,20. По 2,20. А еще мне понравилось... А, покажи, вот марьяш. Марьяш. Вот это? Да, это из Твери мастер. Тоже. Хорошая вещь, да? А кто, ты начальник, да, всего? Я всегда начальник. Я распоряжение. У меня венцо есть. Венцо, потому что сначала надо отработать интервью, а потом венца. Это какое интервью? Я текст написал. Текст очень маленький. Я зачитаю. Мы зачитаем. Вот, смотри. Всего. Вот. Моим почвам. А мы отдельно тебя снимем, Сережа, ладно? И два абзаца. Очень серьезно. Спасибо. Независимо от того, понравится или нет. Но расстояние... Это тоже важно, Критика. Сейчас, сейчас. Мы Марьяшу спрашивали, потому что остальных замыленный взгляд. Пойдем, Марьяш, дальше ты проведешь экскурсию. Остальных мы все же знаем, видели. А ты свежий человек. Только поступил на первый... Не, на первый курс. Первый класс художественной школы. Да, да. А эти все, они уже все свои, знаешь, свой свояка хвалят. Ну, что это уже? Ну, не знаю. Мне как-то понравилась вот эта, вот эта работа. Нет, это, это... А Феликса что? А еще тебе понравился или что? Потому что мне нравится то, что там такая дымка и как бы... У Феликса-то? Да. Ну, вот те его новые работы, где... Мне кажется, что... Это не потому, что тебе нравится Феликса? Нет, нет. Потому что в них, ну... Потому что, на самом деле, мне кажется, это сложно передать с помощью мозаики, поскольку это достаточно плотный материал. И вообще сложно представить, что через камень можно передать такую легкость и воздушность. А смотри, у него все время одинаковые композиции. Что-то в центре и серый фон вокруг. Все маленькое. Ну, почему бы не подсказать человеку? Нужно сделать что-то новое. Композиционно новое. Ведь примитивное решение, смотри. И ученики его все... Примитивно. В центре что-то. Смотри, вот что-то... Энна, то, что нас окружает. Погоди. То, что нас окружает. Пейзажа нет вот такого. А ты не оправдывайся. Мы сейчас тебе оценку поставим. Нет, я серьезно. Серьезно что? Что нет там в центре. Можно даже пойти проверить. А вот он висит. Ну, а ты вот... Я проте работаю. А, проте. А, ну ладно, ладно. Хорошо. Ну, я тебя... Это игрушки. Нет, не игрушки. Это тема. А почему мне хочется вот именно вот знак и не распространяться в разные... Вот как вот даже в то... То та работа для меня одна из случайно. А это знаки выразительности. И потом я из нее буду делать стену. Вот когда много работ, я вот хочу сделать одну большую стену мозаик. И вот что это наша жизнь, бытие, сотворение мира до наших дней. Вот вся моя работа есть. Если это все сложить как бы из кирпички, это кирпичики с мозаикой, из которых потом будет складываться большая стена дома, жизни. И вот такое жизнеописание будет от прошлого и в будущее. И вот то, что она... А потом как мне изобразить... Ты ему веришь? Самолетики, паровозики. Ну, вот будет интересная идея про дом. Хорошая идея, да? Про кирпичики. Да. И это вот кирпичики, из которых складывается моя жизнь. Такое, что я вижу. Я вижу оленя, он меня интересует. Я вижу какой-то предмет, он меня интересует. Я вижу паровозик, он меня интересует. Это нас окружает. А сделать в этой древней технике, это вообще вот как откликнуться на это время, тоже интересно. А как? Если просто я нарисую машину, то будет, ну, изображение машины. А здесь не машина, не корабль, паровозик, а осмысленная вещь через детское мышление, открытое. Да, я вижу первые же работы, где дети. Ах, ну, слетился. Можно я ходить? Я добавлю. Да, добавьте, конечно. Слышала. Такая пронизительная отсылка Хакни Борту к ее детским стихам, по-моему, которые очень осязаемо изображают вот эти вот все стихотворения, которые мы издаваем с детства. Знаете, такой как будто архетип, в глубину нашего детства заползаете. Вот, по-моему, очень здорово. Вот вы ухватили вот это детское, которое осталось в каждом из нас. Вот это и хочется. Я сам поражаюсь себе. Когда я работаю, я говорю, что такое? 65 лет. Всю жизнь я работаю в мозаике. И как бы мог бы делать какие-то монументальные, я и делаю большие работы. Но когда я делаю творческие работы, я поражаюсь сам себе, что у меня получается. Вот именно детское восприятие жизни. Оно что-то во мне, значит, оно существует. Пойдем к другим твоим работам. Я сам не поражаюсь, я не хвалясь, ничего. Я вдруг отражаюсь. Не, а мы тебя и так хвалим. Сколько больше, что ты сам будешь себя хвалить? А вот вот античная работа у меня, вот обвалившаяся фреска. Так. Тоже вот как будто была фреска, вот она обвалилась, и остался вот этот отпечаток животного, который есть тут. Бык. А на самом деле, как он был цельно сделан, потом развалился, и остались вот его отпечаток только от него, от этого быка. И вот тоже вот через эту дымку, через это то, что ты говорила, хочется через призму времени, через природу вот это выразить, что вот это все переливается, нежность, тонкость. фреска, Дионисий. И что здесь связь? Дионисия, Рублев. Вот это и есть там фресковость, которую мы сохранили. Вот это всегда в природе вот эти отблески какие-то происходят. фрески, а почему так вот так мало у тебя женщин? Как мало? Нет, ну не в жизни, а вот на мозаиках. Мозаика, все-таки ты такой женолюб. Ну ты здесь, почему? А ты вернись туда и посмотри. Адам и Евы, это моя вечная тема. У меня везде одни женщины. Нет, ну у тебя Адам и много Ев, а то вы опять... Ну я-то не знаю я. Вот очень интересно, вот Анечкина работает. Вот Аня, у нее вот эти рыбы, мы были в Ферапонту, она вот увидела вдруг таких копченые рыбы и вот изобразила на белой такой газете, и вот на белой бумаге лежали копченые рыбы. Так она это и понравилась, и на черном столе, и вот я вдохновила. Вот очень красивая работа, мозаичная. Воробьев такой, известный московский тоже художник, очень красивый, замечательный живописец. Я сделал вот такую арку, и Акведук, это в Москве конкретное место. Что, может, по авторам пройдем, чтобы ты как-то представишь? Да, вот так очень много здесь представлен античными работами Егора, Юрия и с женой Скударь они работают. Они очень много работают в храмах, в церквях, очень давно и много работают. Юра работал с Андроном, с Васнецовым, с Ильконином, и на станции метро, и это везде, это замечательно. Его даже, как называется, имя, Челинь его называют, потому что он великий мастер. И вот он делает вот эти работы, такие тонкие, с Византией, с Грецией, воспоминания этих работ. Это его сын, вот, где вот Татьяна рассказывала. Ну, счастливо тогда. Бежали, идем. Марьян тоже уходит? Давай, все, приходите. Что она там вообще? Ладно, давай, приходи. Марши еще на балет надо везти. Ну, давайте. Балет, школа. Нет, давай, Жень, ты что? Ну, как уходит? Давай Женю там. Давай, Женю снимем. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...